Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90am на нашем веб-сайте radio-nbc.com. Ну и, конечно же, приветствуем всех наших YouTube-зрителей. Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. — Сара Пейлин подала исковое заявление к «Нью-Йорк Таймс». Вот сейчас проходит, по-моему, в прошлый понедельник или во вторник началось рассмотрение кейса. Об этом расскажите, пожалуйста. — Да, эта тема достаточно интересная, потому что вообще все это уходит привычно в некоторые исторические особенности, о которых я вам сегодня постараюсь рассказать. И, в принципе, победа Пейлин, на каком уровне уж мы посмотрим, дойдет ли дело, например, до Верховного суда или остановится на нынешнем, Нью-Йоркском. Но это будет очень и очень серьезный успех не только ее, но и, в общем-то, наверное, всех нас на самом деле. Сейчас попробую объяснить, почему. Так, благодарю Парину Волкову за помощь в подготовке выпуска и начинаем. Ну, вы все знаете, что произошло после того, как в 17-м году стреляли в республиканского, вообще-то, политика Стива Скаллиза. То была напечатана статья, которая рассуждала о связи политики и подобных террористических действий и намекалась, что хотя пострадал, повторяю, республиканец, что республиканцы сами виноваты. Вспомнили историю еще начала десятых, когда была стрельба и пострадала конгрессуумена демократическая Габриэль Гиффорд. И нашли, естественно, какие-то рекламные объявления штаба Сары Пейлин, где вот округа, где побеждали демократы, они помечены такими оптическими прицелами. Ну, смысл был, конечно, в том, что в этих округах надо побеждать республиканцам, но было подано, что вот таким образом вроде как побуждали сторонники Пейлина к насилию. И вот Пейлин долго пыталась добиться рассмотрения этого дела, как видите, продолжалось все почти пять лет, и сейчас его долго переносили из-за того, что у нее ковид, там еще что-то, еще что-то. Но, тем не менее, слушания уже идут, и посмотрим, кто победит. Если победит Пейлин, то это хорошо, но, скорее всего, Нью-Йорк Таймс будет оспаривать, потому что это не в первый раз. Если победит Нью-Йорк Таймс, потому что вообще-то в подобных делах побеждают, к сожалению, обычные средства массовой информации, сейчас опять же поймете, почему я говорю к сожалению, то тогда Пейлин имеет смысл доводить дело до Верховного суда, потому что первую поправку, увы, извращают очень-очень сильно. Когда-то давным-давно еще Томас Джефферсон предупреждал о том, что не надо исходить из того, что первая поправка позволяет всем творить журналистам, писать вообще все, что им заблагорассудится, оскорблять и клеветать и так далее, и что у Конгресса может действительно, как следует, из первой поправки власти и нет, как-то влиять на прессу. Но, скажем, у правительств и законодательств на местах, в принципе, есть. И у судебных, кстати, органов тоже. Судья Джозеф Стори в середине еще XIX века в своих, по сию пору, авторитетнейших, на которые я сейчас-то ссылаюсь, да не я один, комментариях Конституции тоже указал, что ни в коем случае не стоит думать, что первая поправка – это некий такой абсолют, и можно позволять себе любое оскорбление и чувствовать себя безнаказанным, потому что это противоречит свободному обществу, потому что если человек ощущает, что его не могут защитить от клеветы и оскорблений, то, ну, о каком свободном обществе мы говорим, значит, человеку надо прибегать либо к каким-то мерам по самозащите, как правило, это будет тоже, значит, нарушение закона, либо это будет означать то, что уже какая-то полная не свобода, а полная безнаказанность, а ответственность за все, что вы пишете, она должна все-таки присутствовать. И, в принципе, так, вот эти вот две установки, согласно которым законы о клевете, скажем, на местах, они играли серьезную роль, и согласно которым было принято их уважать и ни в коей мере не посягать, и по которым у прессы была ответственность, все это, в принципе, продолжалось до 60-х годов уже века 20-го, когда суд, Верховный суд, ставший либеральным, несколько он принял решений, в общем, развязавших руки прессе, и прежде всего, конечно же, либеральный, в котором и суд был либеральный, и пресса, естественно, почувствовала свою безнаказанность именно либерально. И я бы выделил два решения, это первое, в 64-го года, собственно говоря, но оно и остается, наверное, образцовым. Это Салливан против, Нью-Йорк Таймс против Салливана. Салливан, это был полицейский комиссар в городе Монтгомери, в Алабаме, и в Нью-Йорк Таймс было напечатано, вроде бы, объявление, посвященное какому-то там очередному мероприятию по гражданским правам, ну, и там же выписались какие-то страсти, что чуть ли не в этом городе никакой-то нацистский режим, где черных преследуют, подавляют и так далее. Хотя не называлось имя Салливана, он, естественно, счел это выпадом в свой адрес, подал в суд и выиграл. Но Нью-Йорк Таймс пошел дальше, дошел до Верховного Суда, и вот там 9-0, ни много ни мало. Судьи признали, что первая поправка, вот она абсолютно такая, ее ничем нельзя ограничить, что ни в коей мере нельзя накладывать никакие ограничения, и что, если уж вы так хотите, особенно лицо официальное хочет добиться извинений или каких-то там компенсаций, то надо доказать не только тот факт, что какие-то там данные перевраны, а что они перевраны умышленно. И то есть, что в результате, как скажем, тяжесть доказательств, она на ИСЦ, а не на ответчике. И человек оклеветанный, ему надо объяснить, что его оклеветали. Ну и кроме того, было очередное нападение, если так это назовем с вами, на права штатов, так как практически было объявлено, что штаты не имеют никакого права решать, исследовать своим вот этим самым законам по клевете, что они связаны руками, и значит, Верховный суд, Конгресс могут им указывать, как себя вести. Но даже не Конгресс, а Верховный суд. Это все-таки, пожалуй, важное замечание. И вот с этого самого момента вообще, что называется, пошло все никуда, куда нужно. Пресса ощутила, что можно писать про кого угодно, какие угодно гадости. И, естественно, так как выиграл, повторяю, Нью-Йорк Таймс, что почувствовала это прежде всего пресс-либерально. И следующий показательный момент, это было дело, оно чуть в тени, хотя на самом деле ничуть не менее важное. Но там немного помешала личность адвоката. Это дело Таймс против Хилла. Семья Хиллов была взята в заложники бежавшими уголовниками. Хотя вроде бы у них там уголовники отнеслись, вели себя культурно, но потом, когда их поймали, то на основе этой и, что немаловажно, нескольких других подобных историй, был роман, пьеса и фильм «Часы отчаяния». Может, даже смотрели фильмов два, в классическом играл Бограт, не кто-нибудь, в более новом, 90-го года, играл Микирурка. И, в принципе, вещи фильма довольно известны. Но потом появилась статья в журнале Таймс, где объяснялось, что на самом деле вся эта история чуть ли не дословно воспроизводит то, что произошло с семьей Хилл. Были какие-то там картинки из их дома, из семьи и так далее. У миссис Хилл случился нервный срыв после этого. И опять, вроде бы сначала в суде низшей инстанции Хиллы выиграли. Но как дело дошло до суда Верховного, то случилось неожиданно. Потому что изначально суд должен был признавать правоту Хиллов, конечно же. И первоначальный расклад голосов был 6 к 3. Но вот здесь случилось неожиданное. Потому что Хиллы пригласили себе в адвокаты человека, который представлял фирму, с которой они давно сотрудничали. Человек этот подготовился блестяще. И потом его выступление перед судом, оно, в общем-то, считалось образцовым. И даже лучшим выступлением 66-го года. Оно было в 66-м году, и решение принято в 67-м. Но так получилось, что глава Верховного суда Уоррен этого адвоката не любил по личным каким-то своим еще с давней поры политической борьбой в Калифорнии. И хотя он в конечном итоге-то как раз тоже выступил в поддержку Хилла. Но так получилось, что потом, после повторных слушаний, вдруг все поменялось, и 5-4, и журнал «Тайм» побеждает. Потому что история, опять же, первую поправку нельзя трогать. История, которая стала достоянием общественности, и вы уже не можете никак привлекать к суду то, что кто-то там этой историей пользуется. И так что, извините, журнал «Тайм» побеждает. Адвокат, конечно же, был очень расстроен. И потом не раз говорил, что это было сделано специально, чтобы не дать ему победить. Я, кстати, думаю, что это правда. Если что, адвоката звали Ричард Никсон. Да, тот самый. У которого, повторяю, с Эрлом Уорреном были свои конфликтные ситуации. И которого с давних пор считали врагом прессы. И вот в такой ситуации, увы, получилось так, что решение принималось не столько на основе реального положения вещей и реального выступления Никсона, сколько на основе отношения к нему лично. И были, повторяю, и другие заключения. Но вот эти вот два, я считаю, они принципиальны. И, кстати, судья Брэннон, он написал заключение по обоим делам. А судья Брэннон, это был, пожалуй, самый-самый, даже на общем фоне, самый леволиберальный судья. Не откажусь себе в удовольствии напомнить, что когда его утверждали, то единственный человек, кто пытался в Сенате противостоять, это был сенатор Маккарти. А Исенхауэр потом, когда говорил, что вот я совершил две ошибки, и обе они в Верховном суде, как раз имел в виду Уоррена и Брэннона. И таким образом, получается, что эти вот два решения, почему я их выделяю, даже не потому, что там Никсон играл такую роль, а потому, что они позволили прессе, в общем-то, в равной степени клеветать и использовать в своих целях какие-то факты из жизни, да, общественных политиков и так далее, ну, которых все мы так или иначе не любим, и, может, даже порой этому радуемся. Ну, и людей обычных. То есть, создалась ситуация, при которой человек, получается, беззащитен против того, что там про него надумает написать то или иное издание, то или иное газеты или журнал. И, к сожалению, эта ситуация, она продолжалась и продолжается по сей день. И в Верховном суде особенно активно выступала против этих решений, прежде всего, против решения по Салливану и Нью-Йорк Таймс. Ну, вы, наверное, тоже уже догадались, кто это. Снова, да, тот самый джентльмен, чей портрет вы видите за моей спиной, это Кларенс Томас, который, прежде всего, в своем заключении 19-го года, то есть совсем недавнем, на самом деле, хотя сомнения у него явно уже были потом, но считается, что это первое такое четко сформулированное его заключение, где он написал, что решение вот это вот самое 64-го года Салливан против Нью-Йорк Таймс, оно абсолютно не противоречит Конституции, что в нем нарушены абсолютно все существовавшие до того момента юридические и конституционные традиции и установки, что права штатов нарушена, защита личности, так или иначе, под какими-то надуманными предлогами тоже нарушена, и что в результате получается, что это решение, оно связано, не является никак, никак не связано с Конституцией, но является, в общем и целом, таким абсолютно политическим ходом, который позволил вот себя суду выставить в очередной раз в тому либеральном выгодном свете. И пресса, естественно, завизжала, что Кларенс Томас защищает Трампа, ну, все сводится к Трампу, вы сами понимаете, а если вы вспомните, Трамп тоже, в общем-то, не раз говорил о том, о клевете со стороны прессы, и все сводилось опять к президенту. Но Томас, человек, к счастью, серьезный, ему совершенно наплевать, что про него говорят, как мы знаем, и уже в году прошлом, 21-м, когда он снова в одном из заключений упомянул, что вот этот самый Салливан, как его сокращенно называют, что с этим делом надо что-то менять, от него надо отказываться, так как оно противоречит Конституции, у него появился союзник, и союзник это Горсач, который, ну, с немного другой позиции, он исходил из того, что с 64-го года все изменилось, и сейчас такое количество разнообразных источников информации, ну, что практически любой может написать, опять же, какую угодно гадость, и получается, что если вас поливают грязью там из всех этих социальных сетей и так далее, или еще откуда-то, а вы не можете никак на это отреагировать, то это, в принципе, неверно, и с этим надо что-то делать, обстановку, ситуацию нужно менять. Пока, да, я понимаю, что два человека из девяти, это, конечно, маловато, но, напоминаю, Салливан принимался вообще решением 9-0, поэтому все-таки уже положительный момент есть, а судья Томас, это, еще раз напоминаю вам, джентльмен весьма и весьма упертый в хорошем смысле слова, и он может, пусть не сразу, но своим авторитетом, тем не менее, добиться в будущем какого-то пересмотра, и в этом плане, если, повторяю дело, по тому, что мы сейчас наблюдаем, а именно Сэр Эпелин против Нью-Йорк Таймс, оно вне зависимости от исхода на нынешнем уровне дойдет до Верховного Суда, с чьей стороны, неважно, то мне бы, например, очень хотелось, чтобы это произошло, потому что пора действительно возвращаться к истокам и Конституции, так как вы знаете, судья Томаса, его тоже за это все клянут, хотя совершенно зря, он исходит из того, что проблема конституционного права, где-то начиная с середины 20 века, это в том, что прецедент ставится выше оригинальной трактовки Конституции, говорят, что это, мол, замечательно, так как все меняется, и так далее, и так далее, но я, естественно, соглашусь с судьей, что Конституция важнее, и если судьи в какой-то момент и руководствуясь там конъюнктурой, и личным отношением, как с Никсоном было, с тем же самым, приняли решение, которое, ну, прямо скажем, Конституции все-таки противоречит, то, значит, исправить его всегда можно и нужно, и в конце концов, были же случаи, когда так или иначе решения судов последующими решениями отменялись, аннулировались и так далее, и так далее. В конце концов, вот то самое знаменитое дело, которым до сих пор прикрываются сторонники вакцинации принудительной, Джейкобсон против Массачусска, оно, в принципе, тоже было так или иначе отменено другими решениями, например, 90-го года. И то же самое и здесь. Самое время с этим разобраться. Поэтому вроде бы на этом мало кто на самом деле обращает внимание на то, что происходит с Сарой Пейлин, но я вам всем советую следить за этим разбирательством весьма и весьма внимательно, потому что это вот как раз тот случай, когда вроде бы то, что не у всех на глазах, а чуть на периферии, но это то, что может оказать очень-очень серьезное влияние на общественную, политическую, культурную жизнь на много лет вперед. Потому что мы с вами видим, что было и с Риттенхаусом, и с Эндманом, и не говоря уже, опять же, о Трампе, Пейлин и многих других политиках. Если удастся через это дело, ну давайте на него будем опираться, так или иначе аннулировать вот те самые заключения 60-х годов, то пресса, она, конечно же, не исправится. Боже упаси, это сейчас невозможно. Но, по крайней мере, она трижды подумает, прежде чем себя так вести. Да, периодически удается выиграть те или иные иски у тех или иных средств массовой информации. Но как только будут аннулированы вот как минимум те два решения, я уж на них буду опираться, то вы себе не представляете, какое количество исков посыпется на всю эту публику CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post и так далее, и так далее. И вот тогда они всерьез заботятся, а что им, собственно говоря, дороже. Я понимаю, вы можете сказать, есть обратная реакция, что, вот скажем, демократическая администрация может теперь судиться с кем угодно. Но я-то считаю, что, во-первых, это означает, что республиканцам надо быть более основательными и четкими в своих обвинениях. И, кстати, как правило, они так себя и ведут. Ну и второе, то, что это все-таки тот риск, на который пойти стоит. Потому что, как правило, заметьте, судятся с левыми средствами массовой информации, значит, им это выгоднее. И, значит, отмена вот этих двух дел, она пойдет на пользу, я считаю, всем нам. И будет примером для всего мира, кстати говоря. И, как всегда, это происходит с Соединенными Штатами. Так что желаем Саре Пейлин удачи с одной стороны в данном деле, но с другой стороны все-таки вот я так надеюсь, что это дойдет до Верховного Суда, и там мы посмотрим. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передаю слово. Ну, добавить мне особо нечего, потому посему мы прервемся, послушаем рекламные объявления. Или давайте попробуем принять, может, звонок. Вот тут кто-то хотел задать вопрос. Добрый день, пожалуйста, с тобой в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Иван, вот у меня пока вы рассказывали, возник вопрос, как так может получиться, что люди, так высоко находящиеся на просторах общества, практически небожители, это я имею в виду Верховные Судьи, принимают решения и ставят во главу угла не какие-то логические заключения, не законы, не конституцию, а какие-то личностные отношения. Вот они не любили Никсона, и поэтому пострадали люди не только те, которые подали иск, а вообще, ну, все свои общества, которые страдают от этой прессы и теперь уже этих соцсетей и так далее. И вот, как бы, переходя на сегодняшний момент, мне непонятно, почему эти, ну, не все 9, как тогда, а, ну, 7 человек, всем, по-моему, да, отдали свои голоса против медработников. В чем виноваты медработники? Я понимаю, когда, ну, объявили, что должны собираться евреи и велосипедисты, и спрашивают, почему велосипедисты. Так вот, я спрашиваю, почему медработники? Спасибо большое. Да, спасибо вам. Это очень-очень, там все-таки было 5, насколько я помню, с 5 или 6, 6, да, из республик, там были, по-моему, Кавана, Барретт и Робертс, поправьте меня, если я ошибаюсь, из республиканских назначенцев. То, о чем вы говорите? Ну, в принципе, это очень большая проблема, действительно, и это отход, как я не раз говорил, от того, что говорили отцы-основатели, потому что отцы-основатели предупреждали, что, Хэмилтон, если быть более точным, что как только Верховный суд берет на себя функции других ветвей власти, он становится и самой безобидной, и самой опасной ветви. И это и происходит, что действительно 9 человек, даже, ну, 5, там, которые могут, а иногда получается, что и вообще 1 или 2, а как они встали с какой ноги или как им понравился, не понравился, вот адвокат, или что там они прочитали в газетах, все это может изменить ситуацию в стране очень и очень намного вперед. Эта проблема, ну, вот как ее решить, я его не знаю. Все разумные юристы об этом говорят, и покойный Скалия, и Томас, к счастью, здравствующий, и Горсач, кстати говоря, но пока это одна из тех проблем, которая вот появилась в 60-е годы, в 50-е, да, все-таки 60-е, она получила уже такое распространение как неконтролируемое, и как ее остановить, увы, я вам не могу сказать, но она существует, да. Ну, все-таки давайте сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Часова Анна Денисова, телефон в студии 847-400-5200, на тот случай, если у вас будут вопросы, звоните, не стесняйтесь. Ну, а пока к событиям в Европе, в частности, в Португалии прошли выборы? Да, совершенно, наверное, тут сразу несколько событий, я, в общем, их объединю. Иван, давайте попробуем принять звонок, прежде чем мы начнем тему, чтобы не останавливаться. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, вопрос к уважаемому Ивану, Ивану, всегда с удовольствием слушаю ваши передачи. У меня к вам два вопроса. Первый, это недавнее было сообщение, что Байден выступил, что Соединенные Штаты больше не поддерживают трубопроводы Израиля, Европу, газовые трубопроводы до месторождения Тома. Я так думаю, что он просто запутался между Россией и Израилем. Он спутал, где Россия, где Израиль. Он разрешил Россию строить трубопроводы, запретил Израиль. Это у него очевидно, то есть, его маратом работать. И второй вопрос, как вам такой. Это совсем недавно я получил ссылку на слушание сенаторами Техаса Раном Джансоном, ведущих специалистов медицины, врачей, ученых и ЛРО по поводу коррупции ковид-вакцинами. И там выступали довольно серьезные врачи, показывали, что серьезные цифры, что 300% в рост за 5 лет в Мискович, 300% в рост в неокардита, что нейрологические заболевания у наших военных, которых мандатарий вакцинировали. И сколько там погибло людей, там 2 миллиона погибших больше, чем обычно. Могли бы прокомментировать эти два вопроса, пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Про первый я, честно говоря, мало что слышал, но от Байдена с его безумной энергетической политикой, которая вредит и Америке, и союзникам, я бы не удивился, если бы что-то подобное он действительно там выкинул и перекрыл своих нефтепровод и газопровод перекроет и чужой. Только Путину можно. Что касается вот этих вот слушаний, которые проводит сенатор Джонсон, то они, естественно, весьма и весьма важны, но они практически игнорируются. И учитывая, что какого-то своего все-таки серьезного комитета у республиканцев нет на данный момент, то мне вот хочется надеяться, что эти данные они будут публиковаться и к каким-то последствиям приведут, но все-таки видимо нам надо дожидаться, это еще один повод добиваться того, что получали республиканцы большинство этой осенью, и тогда я считаю комитет по расс... Не отдельные комитеты, как сейчас происходят, а вот именно комитет по расследованию действий политиков и так называемых экспертов на время ковида и всех этих мандаториев и так далее, республиканцы просто обязаны это сделать, и тогда я очень надеюсь, что находки Джонсона пригодятся. Спасибо, ну а теперь все-таки давайте к Европе перейдем. Итак, ну начнем с Португалии. В Португалии вроде бы страна такая небольшая, но то, что там произошло, достаточно показатель. Правительство меньшинство социалистическое из-за своих законопроекта по гостратам вступило в конфликт с другими партиями, и президент Португалии правительство распустил, объявило о выборах, и с одной стороны результат, в общем-то, так себе, потому что победили опять социалисты, и теперь у них более того абсолютное большинство. в Португалии там такая ситуация, что президент, ну он скорее фигура, так скажем, декларативная, но он может вот такие действия провести. И президент, он независимый, но в принципе из партии все-таки правоцентристской. А вот правительство получается левое. но что произошло, действительно, что показательно, на третье место в парламенте вырвалась партия Шега, что переводится как «хватит», но поправьте меня, кто знает португальский лучше и произносит правильнее. И вот это вот показатель для европейских, прежде всего, партий последних лет очень и очень серьезный. А именно мы с вами видим, что вот такие вот махины и партии, которые когда-то воспринимались образцом, что ли, консерватизма, они все больше и больше двигаются к центру, покрываются там мхом и уже мало чем отличаются от партии левых, и партиям левым, в принципе, проигрывают. Ну и пример консерваторов и лейбористов королевств очень показательный. Вот то же самое и в Португалии. У них есть партия социалистов, а есть партия, которая называется социал-демократической, которая изначально таковой была, но со временем с ней произошло такое странное движение в 70-х годах. Она вроде бы стала правой, но вот эта самая болезнь европейских правоцентристов, когда они больше центристы, чем правые, а порой уже и левые, она коснулась и социал-демократов, и поэтому от нее откололся такой колоритнейший персонаж, футбольный комментатор Андрея Вентура, который в 2019-м году создал вот эту самую партию Шега и изначально прошел на выборы и взял одно место, собственно говоря, себе, но неожиданно на его партию оказался спрос очень-очень серьезный. и ну как серьезный, конечно, скажут, что это тоже мало, когда мы говорим о стагала местах в парламенте или более, но тем не менее партия, которая появилась в 2019-м году, за три года она увеличила свое представительство в 12 раз, то есть, повторяю, был один человек, теперь 12, и она теперь на минуточку третья партия в парламенте, то есть, первые социалисты, вторые социал-демократы, это самые правоцентристы, третья это Шега. И судя по болезненной реакции прессы, не только даже португальской, а вот этой, так скажем, усредненной европейской, в Шеге видят опасность, потому что естественно рассказывают, что там фашисты, исламофобы и так далее, в реальности Вентура и его партия предлагают, что это ужесточение прежде всего иммиграционных законов депортации нелегалов, ужесточение борьбы с преступностью и целый ряд мер по освобождению экономики и сокращению роли государства в экономике. Ну и плюс усиление роли Португалии в НАТО и противостояния Китая. Что здесь самое смешное, вот все эти новые партии, которых я сейчас еще добавлю несколько слов, или может не такие новые, но заявляющие о себе все громче и громче, они ведь все, заметьте, выступают за сокращение роли государства, но за укрепление закона и порядка. Их приписывают к фашистским и так далее, хотя эти партии выступают, повторяю, за то, чтобы государства было меньше, а фашизм это по сути своей как раз государственная мощь. И опять то, насколько вообще извращены понятия и как мейнстримная пресса, о которой мы сегодня уже говорили, позволяет себе пудрить мозги аудитории, хотя они наверное считают, что все делают правильно, это удивительно. Но как бы то ни было, вот я могу сравнить Шегу с партией ВОКС в Испании, которые тоже сейчас откололись от народной партии и сейчас третьи, насколько я помню, в испанском парламенте и появились в 2013 году, ну и с моими любимыми новыми правами из Дании, которые появились в 2017 году и в 2017 году, откололись от консервативной народной партии и тоже на сегодняшний день являют собой вот такую серьезную силу и по опросам, ну посмотрим, что и как, в Дании выборе в следующем году, насколько я помню, там они могут тоже стать третьими. Здесь какие только могут быть, ну да, есть еще партия прогресса в Норвегии, которые тоже, сейчас правда они четвертые, но обычно идут третьими после лейбористов и консерваторов и тоже гораздо более правые, чем партия под названием консерватор. И то, что, заметьте, почти везде такие партии подпирают вот эту большую двойку, но это серьезный показатель того, что, во-первых, избиратели разочарованы в крупных партиях и считают, что они себя дискредитируют, и, во-вторых, что они ищут поддержку и среди политиков не крайне левых, заметьте, все-таки. Крайне левые, по моим наблюдениям, особо не укрепляют свои позиции. А вот к таким партиям, которые ссылаются на Таквиля, Авентура любит на него ссылаться, на Рейгана, это партия прогресса, ну или, да, на своих, но тоже разумных консерваторов вроде Пауля Шлютера, как их делают новые правые. И минус один, что на данный момент вот это вот появление таких партий, оно расщепляет консервативный электорат, так скажем. И вот получается, что в Испании, раз Шех упомянул, где там выборы достаточно давно, лидируют левые в Норвии, в Дании, да и в Норвегии лидируют левые, как они называются, ну и вот в Португалии тоже, заметьте, лидирует социал-демократ. Но с другой стороны это означает, что в парламенте могут быть сильные коалиции вот этих вот правых партий, которые могут противостоять левым коалициям. И все-таки я полагаю, что такие партии, они вот эти вот крупные мейнстримные, они их подпирают, трясут и оказывают положительное воздействие. В конце концов, в той же Дании, например, Венстре, которая считалась долгие годы официально такой центральной правоцентрической, основной правоцентрической партии, их в свое время потеснили как раз консервативная народная партия Шлютера, и Шлютер очень долго держался у власти и, в общем, был достойным премьером. Кто знает, может и новые права такими окажутся. И Португалии я тоже Вентуре желаю удачи и успеха. И еще один очень показательный момент, который тоже на прошлой неделе стал заметным именно в европейской политике, а именно это то, что вот все партии, которые я назвал, Шега, Вокс, новые права, и те же самые партия прогресса в Норвегии, все они подчеркивают свою поддержку Израиля. И хотя, казалось бы, ну, а что такого, это очень важно, я считаю, потому что я всегда это говорил и буду говорить, что, во-первых, это совершенно моральная установка, которая для меня партию всегда и политическое движение характеризует с лучшей стороны, так как Израиль это показатель, и поддержка его означает, что у партии, скорее всего, и с другими направлениями все хорошо. И мне всегда очень нравится, что тогда та же самая пресса, она не может не знать, как себя вести, вроде, да, хочется назвать антисемитами, а не получается, потому что левые как раз выходят антисемитами, а вот все эти ультраправые, крайнеправые и так далее партии, они оказываются выступают за Израиль, когда все остальные боятся это сделать. Вентура тоже исходит из того, что нужна полная поддержка Израиля и переноса португальского посольства в столицу, то есть в Иерусалиме, и слава богу. Я напомню вам истину, которую я считаю, бесспорный. Это, правда, немного нас от Европы отвлекает, но тем не менее, когда Уилмар Кендалл, один из отцов американского консерватизма, сказал, что, ну так, у него там более красиво это было, что правое обязательно должен поддерживать Израиль. Так оно и есть, и все эти партии так себя и ведут. И показательна здесь реакция, прежде всего, норвежской партии прогресса, вот та самая третья партия или вторая и ультраправая, которая отреагировала на то позорище, я тоже должен его прокомментировать, конечно же, а именно доклад международной амнистии. Вообще, показательно, что вот за последние две недели был такой двойной антисемитский удар, с одной стороны, какая-то ублюдочная голливудская и преимущественно британская актерская публика там накатала декларацию поддержки якобы палестинского народа. Отвратительно, там, как я вам не буду называть всех фамилий, их, к сожалению, много. Из тех, кого я знаю, там, из Голливуда, это Раффала, Сарендан и Джармуш, ну, вне зависимости от таланта, хотя я никому из них особенно не симпатизирую, и дело даже не в политике, я правда не посимпатизирую, и какая-то там британца, я тоже никого не знаю, и еще девица из Гарри Поттера туда залезла. Про нее вообще ничего не могу сказать, ни в одном фильме ее не видел. Но мерзость, короче говоря. И тут же подоспел еще этот доклад международной амнистии, тоже заведомо антисемитский, с какими-то там разговорами об апартеиде и так далее. Ну, вот, самый последовательный и самый четкий ответ, пока, мне бы хотелось больше, конечно, но тем не менее, дала норвежская партия Прогресс, которая сказала, что международная амнистия вообще ведет себя неправильно, Израиль обвиняют давно в чем угодно и абсолютно беспочвенно, и что в реальности Израиль это страна, которую надо восхищаться, надо ее поддерживать, и вообще в Ближнему Востоку надо учиться у Израиля. И тут еще тоже юмор ситуации в том, что от имени партии Прогресса вот это вот заявление, его обнародовал глава такой коалиции в парламенте норвежском, который называется Друзья Израиль. А зовут его, заметьте, не норвежским со всем именем, а именно Химан Шугулати. Он индус или, если угодно, индиец. И опять у пресса, как сейчас модно говорить, взрыв мозга, ну, как его обвинить в том, что он белый супремасист, который вот поддерживает Израиль, потому что белые супремасисты поддерживают Израиль. Здесь, конечно, норвежцы, партия Прогресса свою поддержку Израиля обыграли очень-очень здорово. А в Британии, замечу, мой любимый полковник Кемп просто порекомендовал британским властям вообще-то расследовать, потому что международная амнистия в Британии обретается, так как деятельность этой конторы подпадает под определение антисемитизма вообще-то по британским законам. Ну, а я, да, раз уж время осталось совсем немного, уже с короговоркой, да, вам еще напомню, что в той же Северной Ирландии, да, я продержался почти месяц, про нее не говорил, но вот там произошла отставка правительства, и это, скорее всего, делается перед выборами, все опять из-за Брексита, из-за тех соглашений, про которые вам много рассказывал, уже не буду повторять, которые заставляют Северную Ирландию оставаться в составе Евросоюза, и, скорее всего, такое действие правительства и обрушение его, ну, там не полное обрушение, но, тем не менее, будет означать то, что юнионисты, лоялисты, которые очень недовольны тем, как этот самый Брексит реализуется, и тем, что они остаются в Евросоюзе, что партия, обрушившая правительство, как ни странно, но по Ольстерским особенностям, а это демократические юнионисты, тоже, кстати, произраильская и правая партия, они теперь, скорее всего, свои шансы улучшат, так как они показали свою готовность противостоять, а в Ольстере там главное не сдаваться, даже если это ведет к обрушению правительства, и, думаю, мы к этой теме с вами еще вернемся по мере развития событий, тем более в Северной Ирландии выборы в мае, может, обнаружить, обнародуют их пораньше, точнее, объявят их пораньше, и тоже мы об этом еще поговорим, но пока пожелаем опять североирландцам силы. Ну, и уж совсем последняя новость, Канада из Европы, быстро возвращаемся, как следовало ожидать, лидеры консерваторов скинули, я знаю, мне там говорили, что надо в прошлый раз, я об этом не сказал, когда мы выходили в эфир, его еще не скидывали, а вот теперь все, Эрин Утул изгнан за неясную позицию, появилась Кэндис Берген, пока временный лидер канадских консерваторов, ну, посмотрим, кого они себе изберут, мне хочется надеяться, что все-таки кого-то посильнее, потому что Утул, это, конечно, было печальное зрелище, а в нынешних условиях канадским консерваторам нужен крепкий боец, ну, пусть это даже будет та же самая Берген, если она себя проявит с наилучшей стороны, поэтому, видите, правые консерваторы бьются, сопротивляются, и дай-то бог, чтобы эта борьба, она продолжалась, начиная с Верховного суда и заканчивая лидерством в партии консерваторов Канады или в тех европейских странах, о которых я вам пытался рассказать. Так что борьба никогда не заканчивается, поверьте мне. Здесь я умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передай слово. Я хотел, чтобы вы пару слов сказали. Ну, в Калифорнии набирает обороты, так сказать, попытка отозвать генерального прокурора Газкона, и вот ситуация, я прочитал ваш пост. Да, это замечательно, тоже, может, еще тоже к ней вернемся, но пока подумайте сами, все эти голливудские звезды, которые продвигали Газкона, мы про него рассказывали, левый соросовский прокурор, теперь голливудские звезды, Клуни, Медовой, еще кто-то, они уже вкладывают деньги, чтобы Газкона отозвать, представьте себе, когда вас начинают грабить, вы чувствуете себя в опасности на улицах Лос-Анджелеса, то идеология уходит на второй план, задница, даже накачанная силиконом, она, простите, ближе к телу, и это понимают даже Клуни и компания. К сожалению, мы нередко говорим о том, что неужели не понимают то, что происходит, неужели не видят, куда это идет, и потом приходит мысль о том, что пока на себе, на собственной шкуре не испытают, наверное, так и не поймут. Вот, похоже, эта тенденция наблюдается в Калифорнии, когда леворадикалы вдруг начинают финансировать компанию против своего выдвиженца, против своего же генерального прокурора, которого они поддерживали в свое время. Еще одно сообщение очень интересное. Мета, возможно, придется закрыть Facebook и Instagram в Европе, если ЕС и США не смогут достичь соглашения об обмене данными, говорится в заявлении Мета. То есть Facebook начинает трещать по швам после потерь колоссальных, еще и такое. Да, тут, знаете, это как с Ираном и Ираком, пусть обе стороны проиграют. В чумах на оба ваших домах. Да, да, да. Иван, огромное спасибо, как всегда, очень интересно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова